Книга «Открытым оком», том 8, тема канонизации, вопрос 2042. Книга «Открытым оком» По миру и сел евангельское слово. Галатам 1.17 Пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. 1 Коринфянам 7.29 Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. 1 Коринфянам 9.5 Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Стифа. Ни о каком монашестве апостола Павла нет даже намека. Этих слов иночество, монашество, монастырь, отшельничество, молчальничество, десердество, пострижение и на молекулу нет в Библии. Симеон Ветхий. Память 26 января. Преподобный Симеон, именуемый Ветхим, в кавычках, с юных лет проводил пустынное житие, поселившись в одной небольшой пещере в Сирии, в совершенном поединении. Жизнь его протекала в строгом посте, непрерывной молитве и богомыслии. Пищей ему служили только травы, произраставшие вокруг пещеры. Так подвязался он в продолжении многих лет, когда же к нему стали стекаться желающие видеть его, и через это нарушали его безмолвие, он оставил пещеру и переселился на гору Аман, но и здесь не нашел покоя от ноги, стекавшихся к нему, тогда он удалился на Синайскую гору. Григорий Двоеслов, память 12 марта. Желания Григория были направлены не столько к мирскому, сколько к духовному. Он желал быть иноком, но при жизни родителей будущий святитель отлагал свое пострижение до времени более благоприятного, хотя и в мире он жил как бы иноком, проводя жизнь в чистом детстве. Так в Сицилии он создал шесть монастырей, снабдив их всем необходимым, а время основал монастырь в честь святого Остала Андрея. Постригшись здесь, Григорий снял свои злодотканные мерзкие одежды и облегся в областные ризы иночистского чина, а через несколько времени он стал игуменом той обители. Главной заботой папы Григория было распространение и объяснение Слова Божия. Многих еретиков он обратил к правоверию, содействовал к утверждению веры и в отдаленной Британии, Англии. Послав туда в 597 году проповедников под начальством бонаха Бенедиктинского чина Августина, который убедил принять святое крещение самого короля Этельгернта, что окончательно содействовало распространению христианской веры по всей стране. Сознаться, что ты слепой и неумен, что многого еще не понимаешь, неверием в детство заклеймен, непросто, нелегко, но дохромаем, почтительностью к прошлым мудрецам мы не унизим согнутых ребят, не будем со всезнайством отрицать ту истину, которая нас бьет. Да, я слепец, невежда от утробы, не позаботился расширить кругозор, когда был школьником и пропускал уроки, теперь приходится глотать стедой позор. Осознаю, раскаиваюсь слезно, хватаюсь за учебники, газеты, как говорится, никогда не поздно читаю и, простите, над клозетом. По порошинке, собранным, любуюсь, дрожу, не растерять бы на ухабах, и мудрость книжную старинную любую, лишь бы, лишь не была бы циничной и похабной. Сто сорок раз я Библию прочту, на десять раз святого затаута, добротолюбие и жития мечу, ядро заложено, хотя еще не густо, вселенские соборы на подмогу, поместные двоюродные рядом, и выпрямляется извили на дороге, полезное могу добыть изъядом. Конечно, несравнимо быть могло, когда бы в детстве я не был охламонов, иная речь была, иной бы слог, учись я у Сераха, Соломона, прости, Господь, я раскопал талант, отдал кредиты в долг своим знакомым через интернет для самых дальних стран, даю желающим их водоем наполнить. Игнатий Тихольч, Лапкин, 6 октября 2003 года.